Девушки отдыхают Эй! Ребята, где я? Ау! 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 Казалось бы, всё, да? Но нет. Именно благодаря наушникам, как это ни странно, и жестяной банке, этот человек может выбраться из леса. Как? Сейчас послушаем. Надо настроиться на программу «Галилео». О, сейчас посмотрим. В прошлой серии экстремального проекта «Галилео» наши герои вновь остались наедине с дикой природой. По правилам программы для выживания они могли использовать лишь моток лески и севший мобильный телефон. На этот раз с нами снова спасатель Антон, опытный в походах турист Денис и скромный преподаватель физики Виктор. Сегодня в распоряжении наших героев алюминиевые банки и наушники. Участники должны найти этим вещам полезное практическое применение и благодаря этому выжить. Первым искать применение у Тилю будет спасатель Антон. Для своего устройства, которое поможет выжить в лесу, профессионал собирается использовать сразу две алюминиевые банки. Как обычно, вооружившись ножом, спасатель отрезает у банок дно, оставляя стенки высотой не больше трёх сантиметров. Алюминий легко гнётся, и это усложняет задачу. Во-первых, можно испортить заготовку, а во-вторых, порезаться. Речной песок поможет банке сохранить форму во время резки. На дне первой банки спасатель проделывает четыре отверстия строго по центру, а также делает несколько мелких проколов ножом по всему периметру банки. Это будут сопла спиртовой горелки. Антон наполнил банку сухой травой и поджог. Горелку нужно хорошенько прогреть, чтобы спирт внутри начал испаряться. Затем спасатель опустошил конструкцию, наполнил алюминиевую горелку спиртом, а после соединил две половинки банки, как ракушку. Теперь Антон ещё раз подносит зажжённую спичку к горелке. На этот раз огонь в банке вспыхивает, благодаря находящейся внутри горючей жидкости. Языки пламени выходят из маленьких отверстий, как из газовой конфорки. Теперь можно вскипятить воду или подогреть банку тушёнки. Ничего себе! Да такую горелку даже в лаборатории можно использовать. Теперь к заданию приступает Виктор. Интересно, какое применение жестянки найдёт физик? В руках Виктора ноутбук, беспроводной 3G модем и всё та же алюминиевая банка. Интернета в лесу нет. Тогда зачем физик обложился техникой? Мобильного интернета в лесу может и не быть. Но поискать стоит. Виктор внимательно осматривает банку и чертит палкой на земле какие-то рисунки. Затем физик берёт нож и срезает у жестянки вверх. На расстоянии 2 сантиметров от дна преподаватель вырезает из банки маленький лоскут жестий. Получившееся отверстие Виктор вставляет модем. Антенна готова. А по-моему, кто-то банку испортил. Простота конструкции не внушает доверия коллегам Виктора. Учитель физики знает, что связь 3G работает в частоте около 2 ГГц. Попадая в жестяную банку и многократно отражаясь от стенок, волна усиливается. В банке нужно расположить модем, чтобы принимающим устройством максимально захватить волну. С помощью этой конструкции мы сможем подать сигнал бедствия. Виктор вставляет модем в ноутбук. Указатель качества сигнала сообщает, что беспроводная сеть найдена. Зачем? Для выживания нужен интернет. Всё просто. С его помощью можно узнать координаты и сообщить о своём местоположении. Настал черёд Дениса найти применение пустой алюминиевой банки. В походе часто сталкиваешься с проблемой нехватки посуды. Здесь может помочь банк из-под напитка. Действительно, такая банка в походе может заменить и кружку, и тарелку, и даже котелок. Денис отрезает у жестянки верхушку. Срез получился острым, поэтому турист методично загибает алюминиевые края внутрь, чтобы не порезаться. У краёв банки наш герой делает два отверстия и продевает в них проволоку. Теперь можно вешать эту конструкцию на палку и кипятить воду. Денис разводит костёр, устанавливает по обе стороны от него две рогатины и вешает алюминиевый котелок на огонь. Кстати, воду я взял прямо из реки. Пока вода закипает, Денис вновь принимается что-то мастерить из ещё одной жестянки. На этот раз он отрезает дно и кладёт в банку несколько слоёв бумажных салфеток. Затем зачерпывает из костра остывшие угли и бросает их сверху. Фильтр готов. Из двух старых алюминиевых банок Денис действительно смастерил походную очистительную систему. Ёмкость для кипячения воды и угольный фильтр. Во время кипячения в воде были убиты опасные бактерии. Уголь и бумажный фильтр очистили кипяток от мелких частиц, после чего вода стала вполне пригодна для питья. Если питьевая вода припасена, можно не пить речную. Но в походе всякое бывает. Участники испытания переходят к выполнению второго задания. На этот раз им придётся найти применение обычным наушникам. Посмотрим, как этот бесполезный в лесу аксессуар поможет нашим героям выжить в дикой природе. Специалист по выживанию вскрывает один из динамиков. В пластиковой капсуле находится маленький чёрный кружок, опутанный проводами. Это магнит. Сейчас я покажу, как можно собрать простиж и компас. Антон распрямляет проволоку и натирает её конец о найденной в капсуле наушников магнит. Затем спасатель кладёт железную проволоку на сухую травинку и опускает свою конструкцию в воду. Магничная стрелка сработала, как компас. Показала нам направление север-юг. Как опытный спасатель и бывалый путешественник, Антон без труда определяет, где именно находится север, а где юг. Кстати, вопреки расхожему мнению, стороны света определяют не по мху, а по смоле на дереве и по грибам. Антон прав. Смолы на соснах и елях всегда больше с южной стороны, а грибы растут только с северной стороны ствола. Это, между прочим, иногда помогает выжить. Если вы потерялись в лесу, моток яркой верёвки, шнурок от наушников или кроссовок может пригодиться, когда нужно оставить опознавательный знак для поисковой бригады. Чем ярче цвет шнурка, тем больше шансов на спасение. Теперь к испытанию приступает Виктор. Узнаем, какое применение физик найдёт бесполезным в лесу наушникам. Наушники преподаватель аккуратно распарывает ножницами. Под пластиковой оболочкой Виктор обнаруживает два тонких провода. Один провод медный, а другой, судя по цвету, железный. То, что нужно. Из машины с реквизитом естествоиспытатель достаёт лимон и фонарик. Из осветительного прибора физик вынимает лампочку. Если в фонарике сядет батарейка, я знаю, чем её заменить. В лимон Виктор вставляет железную проволоку с одной стороны, медную с другой. Такие опыты показывал на уроках каждый учитель физики. Экспериментатор сейчас соберёт простейшую электрическую цепь. Ну что, провода есть. Осталось электрическую цепь замкнуть. Электрический ток в лимоне появляется благодаря химической реакции. Железная проволока действует как отрицательный электрод, медная – как положительный. Электролитом является лимонный сок, внутри которого происходит химическая реакция, заставляющая электроны течь от плюса к минусу. Фрукт становится самодельной гальванической батарейкой. Виктор соединяет провода с контактами лампочки. Но она не горит. Дело в том, что здесь слишком маленькое напряжение. Способ преподавателя физики оказался не совсем удачным. Сделать фонарик из наушников, лампочки и лимона – в целом неплохая идея. Однако она нуждается в доработке. Сможет ли бывалый турист найти наушникам толковое применение в лесу? Денис внимательно рассматривает провода. Шнур музыкального аксессуара состоит из двух пластиковых нитей, внутри которых проходят два металлических провода. Прочные. Денис рвёт провода по шву. Затем рубит сук и делает из него две детали – полышек с насечками и крючок, которые вставляются друг в друга, как замок. Затем Денис отправляется в лес, где долго плутает в поисках какого-то особенного места. Денису приглянулся тонкий и гибкий ствол молодого дерева. Рядом с ним турист вбивает в землю колышек, а к крючку привязывает провод от наушников. Спустя несколько минут конструкция готова. Самый простой способ – первобытную установку селков. Попасть в селки может и Заяц, и Тетерев. Но в капкан из наушников угодил оператор съемочной группы. Мне кажется, способ прошел проверку. Сегодня участники нашли три способа применения алюминиевой банки. С помощью жестянки удалось очистить воду. Она заменила горелку и даже помогла поймать в лесу сеть. Поломать голову участникам пришлось над применением наушников. Не справился с заданием лишь преподаватель физики Виктор. Ему не удалось соорудить из проводов самодельный фонарь. А вот спасатель с помощью наушников сделал простейший компас. Определить, где север, а где юг, помог магнит и кусок проволоки. Турист смастерил капкан, в который, к счастью, ни одно животное не попало. В следующий раз вы узнаете, с какими еще трудностями придется столкнуться нашим героям. Не пропустите. Продолжение ровно через неделю. Летом 1981 года девушка отстала от геологов. Геологи ушли вперед, она отстала, заблудилась. Они ее искали 25 дней и все-таки нашли на расстоянии 75 километров от лагеря. А посчитали, что она за это время прошла примерно 200 километров и питалась в основном брусникой. По-моему, прекрасный похудательный тур. КОНЕЦ